Привет друзья! Сегодня готовлю пирожки с курицей и грибами. Такой пирожок подойдет к любому вашему первому блюду. Он очень вкусный, это прекрасное сочетание курицы и грибов всегда является беспроигрышным. Смотрите это видео, давайте готовить вместе! Итак, для начала приготовим теста. Просеиваем 500 грамм муки. Добавляем остальные сухие ингредиенты. Один пакетик сухих дрожжей, здесь 7 грамм, одну столовую ложку можно с горкой сахара и щепотку соли. Перемешиваем. Тесто я буду готовить на воде, поэтому воду я слегка подогрела, здесь где-то 250-300 миллилитров. Вливаем потихонечку и перемешиваем. Также необходимо добавить в тесто растопленное сливочное масло. Здесь 50 грамм масла. Еще раз все перемешиваем и сейчас я выложу тесто на поверхность и буду уже руками замешивать. Итак, тесто готово. Муку я больше не подсыпала. Формируем шарик. Миску я смазала чуть-чуть растительным маслом. Перекладываем наше тесто в мисочку. Накрываем пленкой и оставляем приблизительно на час, чтобы тесто наше хорошо подошло. Пока подходит тесто, займемся начинкой. На сковороде я растопила сливочное масло, порезала небольшую луковичку кубиками и будем обжаривать лук. Грибы и шампиньоны нарезаем мелкими кубиками тоже. Нарезанные грибочки добавляем к луку. По вкусу грибы подсаливаем, нужно чтобы они пустили сок. И сразу же приступаем к курице. У меня здесь три отварных куриных бедрышка без косточки. Я отварила их заранее, конечно же. Нарезаем курицу. Можно брать любые части курицы. Это может быть и филе, и с ножек тоже мясо. Смотрите, что у вас там есть в хозяйстве. Пока я нарезала курицу, уже и грибы приготовились. Посмотрите, уже размягчились, пустили сок. Можно добавлять курицу. Такая начинка готовится очень быстро. Если вы заранее отварите курицу, то тут вообще в принципе нечего даже делать. Можно добавить в начинку несколько ложек бульона, в котором варилась курица. Вот у меня здесь как раз таки курочка лежала и остался бульон. Я выливаю. Нужно подперчить, конечно же. А теперь все перемешиваем, прогреваем еще минутки 3-4 и начинка готова. И осталось только подождать, когда подойдет тесто, будем формировать пирожки. Тесто наше прекрасно подошло. Выкладываем его снова на стол, слегка обминаем и делим на части. Пирожки я буду делать где-то по 40 грамм. Для того, чтобы ваши пирожки были одинаковые, рекомендую вам взвешивать на весах. Вот как делаю это я. Вот этот большой, целых 68, поэтому отрезаю. По 50 грамм давайте будем делать. Скатываем шариком, разминаем в такую лепешечку небольшую и на серединку выкладываем начинку. По 2 чайных ложечки как раз хорошо помещается. И формируем пирожочки. Защипываем хорошо, чтобы начинка не выпадала. Заправляем начинку внутрь. Вот таким образом защипываем. Вот такой небольшой пирожочек у меня получается. Выкладываем на противень застеленный пергаментом. Обязательно накройте пирожки пленкой и оставьте на 20 минут, чтобы они еще подошли. Смазываем пирожки желтком и тогда готовое изделие получится с глянцевой красивой корочкой. Духовку я разогрела до 180 градусов, режим вверх-вниз и буду выпекать минут 20-25. Друзья, пирожочки готовы. Пекла 25 минут и последние 5 минут поставила конвекцию, чтобы такая более запеченная получилась поверхность. Вот они еще тепленькие. Я уже тут их разобрала. Сейчас постараюсь вам показать. Разломлю и посмотрите, какие получаются. Посмотрите, мягчайшее тесто, сочная начинка и мне нравится, делайте, не знаю как вам, но мне лично нравится, когда внутри много начинки и вот такое вот тоненькое тесто и его мало. Это очень вкусно. Готовьте. Я думаю, от такого пирожка никто из ваших близких не откажется, потому что это очень-очень вкусно и сытно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и до встречи в следующем видео. Пока-пока!